Продолжение следует... Сегодня наша тема «Университетская библиотека онлайн для преподавателей и студентов». Перед вебинаром, как всегда, несколько общих слов. Разрешите особенно для тех, кто недавно стал посещать Директ-Академию. В начале нашего чата находятся две важные ссылки. Первая ссылка ведет на наше интерактивное расписание Директ-Академии. Это ссылка «Директ-Академия.ру». Это главная страница нашего сайта. Там можно найти еще кое-что. Вам, прежде всего, будет интересно, конечно, само расписание. В этом расписании можно зарегистрироваться на все вебинары, на все наши свободные вебинары, вплоть до июня месяца 2018 года. Хочу также отметить, что у нас произошло пополнение спикеров. И в будущих рассылках вы увидите, что некоторые позиции, которые раньше были не определены, обретают, наконец, своих спикеров. И это снова классные спикеры. Я хочу за вас порадоваться, что они к вам придут. Ну и вторая ссылка – это ссылка на наш видеоканал на YouTube. По этой ссылке будет располагаться запись этого вебинара. И уже располагаются записи примерно 230 других вебинаров, которые мы провели за все время существования Директ-Академии. Так, сейчас посмотрю. Директ-Академия. Иногда, конечно, бывает, что она... Вы знаете, нет, вот у меня все нормально. Сайт Директ-Академия в настоящий момент доступен, по крайней мере, от меня. А я не нахожусь сейчас с ним внутри одной сети. Так что, ну, попробуйте через некоторое время зайти туда. Все должно быть нормально. Так, да. Ну и, как всегда, два следующих вебинара, которые пройдут в ближайшее время. А точнее, на этой неделе. Так, сейчас я поменяю цвет, чтобы они выделялись. Вот. Завтра будет вебинар Галины Сартан. Как проводить онлайн-тренинги. Это наш первый опыт приглашения онлайн-тренера в нашу Директ-Академию. Я думаю, что должно получиться интересно. Тренинги – это такой параллельный мир для вузовского образования. Многие преподаватели хотят становиться тренерами, тем более онлайн-тренерами, когда не надо разъезжать по всей стране и каким-то образом разделять свое время с основным занятием. А в онлайне это можно делать гораздо проще. Я надеюсь, что Галина что-то по этому поводу нас завтра расскажет. Ну и послезавтра будет мой последний вебинар перед большим перерывом. Я вам в январе достаточно много надоедал своими вебинарами. Вот вы от меня отдохнете в течение полутора месяцев примерно. Мне предстоит большой онлайн-курс, который с вебинарами плохо совместим. Вот. Поэтому вот так вот составлено расписание. Это будет вебинар «Библиотека нонфикшн. Решение Директ-Медиа для публичных библиотек». Я думаю, многим, а особенно тем, кто работает в публичных библиотеках, этот вебинар будет интересен. Вот. Ну что ж, настало время, наверное. Так, давайте я разделю свою, расшарю свою презентацию. Файл вы можете скачать в папке ресурсы, как всегда. Давайте начнем нашу сегодняшнюю презентацию. Сегодня я вам кое-что расскажу, кое-что покажу, кое-какие ролики. Я хотел бы, чтобы в зависимости от того, где вы работаете, либо сами бы воспользовались сегодняшним вебинаром, либо показали бы его запись преподавателям. Если вы работаете в библиотеке, и преподаватели приходят к вам с вопросами, либо даже показали бы его, а точнее те видеоролики, которые я буду вам показывать, вашим студентам, которые вас спрашивают, а что здесь делать, как читать, как сохранять и так далее. Вот на эти вопросы простейшие, а также не только на эти, на некоторые другие вопросы, сегодняшний вебинар должен ответить. Ну что ж, речь сегодня пойдет об университетской библиотеке онлайн, то есть о главном проекте компании Директ Медиа. Компания Директ Медиа, напомню, это компания ведет много разных проектов. Издательские проекты, проекты ЭБС, открытые проекты в интернете и так далее. Вот в основном сегодня пойдет речь об университетской библиотеке онлайн, и немножко расскажу о других проектах тоже. Что такое университетская библиотека онлайн? Это в настоящий момент более 120 тысяч книг, большая часть которых является современными книгами, актуальными на настоящий момент. Вторая часть представляет из себя неправные книги, то есть те книги, которые перешли в общественное достояние. У нас более 450 вузов подписчиков, мы агрегируем примерно 25% рынка ЭБС, мы работаем примерно с четырьмя сотнями издательств, из них более 120, наверное, даже цифры немножко старые, побольше, наверное, больше 120 издательств вузовских, ну и так далее. У нас много пользователей, потенциально аудитории почти 2 миллиона учащихся и так далее. Наш главный слоган нашей компании – это «Больше, чем ЭБС». этот слоган в некотором смысле определяет наше стремление на, как бы это сказать, не только на рынке, но и вообще, что мы хотим предъявить миру. Конечно, ЭБС занимает у нас основную роль, играет среди наших проектов, но не только. Во-первых, внутри ЭБС мы агрегируем не только книжный контент, не только электронные книги, но и разные другие формы электронного контента, такие как мультимедиа-контент, тренажеры, различные видеоролики и так далее. У нас есть открытые проекты, такие как «Энциклопедия Март Портал», чуть-чуть по поводу них сегодня поговорим. У нас есть сервис, который называется «Печать по требованию», который может превратить любую книгу электронную в бумажную книгу, добротную бумажную книгу. Ну и немножко мы поговорим о том, как мы продвигаем преподавателей, которые становятся нашими авторами, в РИНС, повышаем их индекс цитирования. Да, ну и мы еще сотрудничаем с антиплагиатом. Это тоже у нас есть. Это только краткий перечень того, что мы хотели бы сказать, кроме агрегирования контента в части электронных книг. Давайте для начала просто ознакомимся с главной страницей сайта. Наверху под номером 1 идет перечень всех наших проектов. Это интернет-магазин электронных книг. Здесь вы можете купить в виде текста и скачать, в отличие от ЭБС, где чтение производится без скачивания. Книги из разряда нон-фикшн. Есть бизнес-библиотека, арт-портал, энциклопедиум, школьный портал, библиотека нон-фикшн и так далее. И другие наши проекты. Раздел 2. Это поиск. Тут все понятно. Ну, более-менее понятно. На самом деле там расширенный поиск, который можно немножко пояснять более подробно. Пункт 3. Это ваш личный кабинет, который определяется вашей ролью. Если вы библиотекарь или, как мы говорим, корневой пользователь, у вас максимальные права. Если вы преподаватель, у вас промежуточная роль. Если вы студент, то это, ну, не люблю слово низшее, да, но роль с наименьшими правами, которая позволяет в основном искать и читать только. Вот. Под номером 4, 5 и 6 в разной форме перечислены разделы библиотеки, к которой можно перейти. В некотором смысле это такой развернутый в пункте 6 графический рубрикатор. Пункт 7. Вот этот вот пункт. Это такая вот закладочка, которая существует на каждой странице нашего сайта. Она иногда может и не такого вида быть, так как от версии к версии меняется состав, меняется внешний вид этой закладки. Это закладка, при помощи которой вы всегда можете обратиться с вопросом к нашему онлайн-хелпу. Впрочем, об этом чуть-чуть попозже. Ну, и низ нашего сайта, который тоже может быть интересен, это первый пункт, это новости. Здесь много интересных новостей бывает, ну, в частности, то, что касается непосредственно нас с вами, это печатаются анонсы всех всех вебинаров Директ Академии. Вот. Поэтому, если вы по какой-то причине не получаете от нас рассылки, это второй способ узнать, что будет в Директ Академии в ближайшую неделю. Ну, конечно, самый хороший способ это просто держать в закладках наш сайт Директ Академии, тогда всегда вы будете получать самую свежую информацию. Пункт 2. Здесь располагается обширное меню в подвале, обширное меню с некоторыми пунктами, редкими, скажем так, которые содержат там та информация, которую через никаким другим образом, кроме как через это меню получить нельзя. Ну, некоторые пункты. Они могут быть редкими, но достаточно полезными. Такими, как издательские коллекции, тематические коллекции. Вот пункт, который я очень люблю, который позволяет получить доступ к более 180 коллекциям, коллекциям литературы, авторским коллекциям по каким-то определенным вопросам истории, философии, естественных наук и так далее. Ну и пункты 3 и 4 объяснять не буду. Это соцсети. Ну, в частности, по этим по кнопочкам пункта 4 вы можете попасть на наши странички на фейсбуке, наш канал на ютубе и на нашу страничку вконтакте. Вот. Давайте идти дальше. Вот. А, собственно, теперь мы переходим к пунктам, к основному пункту. Собственно, это касается любых ролей в ЭБС, это как же читать, да? Для того, чтобы читать, надо сначала подобрать литературу, а потом воспользоваться ридером. Ридер достаточно простой, тем не менее, давайте я вам про него расскажу, и сейчас вам покажу два учебных видеоролика. Первый из них посвящен предварительному этапу, то есть нахождению книжки и второй, собственно, собственно, ридеру. Я очень бы хотел, я через несколько слайдов, давайте я сразу перемотаю, наверное, да, так, это у нас еще будет, перемотаю, если вы скачаете презентацию, то у вас будут ссылки на эти видеоролики, и эти ссылки, напоминаю, вы можете показать, например, вашим студентам, которые бы хотели узнать подробнее о нашей электронной библиотеке. А сейчас я покажу вам два ролика. Так, сначала про ознакомительную страницу. Во время демонстрации роликов я буду оставаться в чате о эфире. Третье. Редактор субтитров Добрый день, уважаемые друзья! Меня зовут Павел Калиников, и мы с вами продолжаем знакомиться с функционалом и интерфейсом электронной библиотечной системы Университетская библиотека онлайн. Сегодня мы поговорим с вами о том, как читать книжки в нашей электронной библиотечной системе. Для начала выберем одну из книжек, которая уже была сохранена среди последних книжек, которые я читал. Выберем вот эту вот книжку и попадаем в экран, где эта книжка описывается. Прежде чем начать читать эту книжку и познакомиться с особенностями книжного плеера или читалки, посмотрим, какую информацию мы можем извлечь и каким образом мы можем ей манипулировать на первом экране представления нашей книжки. Для начала мы видим, что книжка представляется своей обложкой и некоторым описанием, которое мы сейчас разберем. Хочу вам сказать, что я сейчас вошел в систему под студенческим аккаунтом и чуть позже я расскажу, чем отличается данный функционал, если вы входите под аккаунтом преподавателя или библиотекаря. Итак, мы попали на страницу представления книжки и теперь давайте посмотрим, что мы здесь видим. Во-первых, мы видим обложку и две кнопочки «Читать» и кнопочка, которая может присутствовать, а может и нет – «Печатный экземпляр». Ну, на кнопочку «Читать» мы нажмем чуть позже. Давайте посмотрим, что происходит, если мы нажмем на кнопочку «Печатный экземпляр». При переходе по этой кнопке открывается интернет-магазин «Директ Медиа». Вот открылась эта страничка и мы видим, что та самая книжка, которую мы видели в электронной библиотечной системе, появилась здесь в интернет-магазине. Ее можно скачать, заплатив какую-то сумму, либо можно попросить распечатать по технологии «Принт-он-деманд». Вот вы видите, есть такое изображение принтера. Мы можем на него нажать и возникает окошко заказа печатной версии книжки, в которой вы можете выбрать количество экземпляров и появится сумма, которой необходимо заплатить, выбор переплета, можно сделать виды доставки и так далее. И после этого эту книжку можно получить в печатном экземпляре, если это необходимо. Но мы продолжим знакомство с функционалом чтения книжки в университетской библиотеке онлайн и посмотрим, какие здесь еще доступны выборы, какие ссылочки есть, какие кнопочки и на что еще можно обратить внимание. Во-первых, мы видим, что некоторые надписи здесь являются кликабельными, то есть являются ссылками. Прежде всего, кликабельной является фамилия автора. При нажатии на эту ссылочку получаем список всех книг, которые есть в электронной библиотечной системе этого автора. И, соответственно, любую из этих книг можно выбрать и почитать. Сейчас мы это делать не будем. Ниже под названием книги мы видим список дисциплин, к которым приписана эта книжка. И, соответственно, любую из этих дисциплин мы можем тоже выбрать. Вот давайте попробуем выбрать дисциплину иностранный язык. Нажатие на эту ссылку вызывает поиск по данной дисциплине. Если мы нажмем кнопочку параметры поиска, мы видим, что в этом фильтре набрано название дисциплины иностранный язык. И ниже мы видим, что появилась информация о том, что найдено 888 изданий по этой дисциплине. Мы их также можем просмотреть и при необходимости приступить к чтению. Точно так же можно перейти по ссылке, которая представляет жанр. Ну вот в этом жанре хранится почти 10 тысяч различных наименований. Вернемся назад к нашей страничке. Следующая кликабельная ссылочка – это название издательства. Соответственно, при нажатии на эту ссылку мы переходим на все книжки данного издательства. Ну, в данном случае это наше издательство. Издательство Direct Media. Мы сейчас увидим, что высветятся все издания, помещенные в ВБС нашего издательства. Ну вот их здесь достаточно много. На первом экране показываются только некоторые из них. При необходимости можно пролистать дальше. Какие есть еще ссылочки и кнопочки? Ну, во-первых, есть ссылка соцсетей, в которых можно опубликовать информацию об этой книжке. Дальше есть возможность поставить оценку книжки. Ну, я думаю, что это имеет смысл сделать после того, как вы хотя бы частично прочли данную книжку. Есть еще одна возможность – это занести данную книжку в избранное. Вот давайте попробуем это сделать. Нажимаем на эту кнопочку. Вот вы видите, что плюсик сменился на минус. Это значит, что при последующем нажатии эту книжку из списка избранных пропадает. Ну, давайте еще раз нажмем на эту кнопку и посмотрим, где же эта книжка появилась. Для этого нам надо перейти по ссылочке «Моя библиотека». И вот мы видим, что по этой ссылочке есть список книг, которые вы читали последние, а также избранные книжки. Вот к избранным книжкам относятся в данном случае вот эта книжка только, которую мы только что отметили. Когда вы читаете несколько книжек, очень удобно отбирать книжки при помощи этого механизма, чтобы в следующий раз было их легко найти. Вернемся к страничке представления книжки и дальше посмотрим, что еще можно сделать. Ну, во-первых, есть информация о кодах этой книги в СБН, УДК и ББК. Непосредственно для чтения эта информация не так необходима, но она может быть необходима для роли библиотекаря. Далее. У каждой книжки есть аннотация. Аннотация очень удобна для того, чтобы понять, стоит ли вам начинать чтение книжки или нет. Или по этой аннотации уже видно, что книжка не та, и надо выбрать какую-то другую книжку. Есть содержание. Содержанием очень удобно пользоваться. Если вам сразу надо перейти на какую-то страницу, не первую, то можно вместо того, чтобы нажать на кнопочку «Читать», перейти сразу на какую-то страничку. Но мы сейчас не будем это делать. И в некоторых книжках, не во всех книжках, правда, есть вот такая опция, как «Список литературы». «Список литературы» – это список той литературы, которая есть в этом конкретном издании. Это очень удобная опция, особенно, когда вам надо что-то процитировать. Вы пишете какой-то труд, учебный или научный, и вам надо процитировать не только данное издание, но и какие-то другие издания, статьи и так далее. Тогда вы просто копируете отсюда то, что считаете нужным. Ну и, конечно, для цитирования очень важна вот эта вот кнопочка, которая называется «Библиографическое описание». Библиографическое описание используется тогда, когда данное издание вы будете использовать в своей работе, и на него надо сослаться. Причем сослаться надо грамотно с использованием всех правил библиографического описания, которые, кстати, закреплены в особых ГОСТах. Так вот, в этом случае вы просто берете и переносите копипейстом данную информацию в ваш список литературы или список источников в вашей работе. Это очень удобная опция, и ей очень удобно пользоваться. Давайте прежде чем перейти к чтению, я вам покажу, какие дополнительные опции появляются, если вы входите не в режиме студента, а в режиме преподавателя или в режиме библиотекаря. Для этого я загружу эту страничку в другом аккаунте. Итак, теперь я вошел в аккаунт преподавателя, и посмотрим, чем отличается страничка представления книжки от аккаунта студента. Промотаем вниз нашу страничку, и мы видим, что вместо одной кнопочки, библиографическое описание, которое осталось прежней, появились еще две кнопочки. Это описание в Русмарк и поместить в. Описание в Русмарк формирует файлы, которые можно загружать в автоматизированную библиотечную систему. Не будем сейчас это делать, это достаточно специфическое занятие. Ну, а вот кнопочка «Поместить в», она позволяет управлять появлением этой книжки в определенных разделах электронной библиотечной системы. Ну, например, первое, что можно сделать, это поместить в учебную программу. Давайте сделаем это. Появляется окошко, которое предлагает нам либо создать новую программу, либо выбрать из каких-то программ. Ну, давайте выберем какое-нибудь тестовое название, например. Вот, подтверждаем. И теперь давайте разберемся, где эта книжка появится. Для этого нам снова надо перейти в наш профиль, вот сюда. И вот здесь вот выбираем «Мой ВУЗ» вкладочку. Здесь появляется информация о ВУЗе. И в информации о ВУЗе есть список преподавателей. В списке преподавателей выбираем тот аккаунт, под которым мы вошли. Ну, и здесь есть все учебные программы, которые мы создали. В данном случае это тестовое название. И переходим по ссылке «Рекомендуемые материалы». Раскрылся список рекомендуемых материалов. И вот здесь, в разделе «Книги» появился тот учебник, который мы с вами выбирали. Вот ссылки кликабельные. Мы можем нажать на эту ссылку. И откроется опять вот эта вот страничка, с которой мы и произвели наши действия. Что еще? Куда еще можно поместить? Еще можно поместить в книгообеспеченность. Ну, давайте этот вопрос отложим до того момента, когда мы в наших учебных роликах рассмотрим вопросы книгообеспеченности. Итак, мы почти полностью просмотрели эту страницу. Ну, ниже идут некоторые рекомендации, какие книжки еще вы можете посмотреть, исходя из статистики посещений электронной библиотечной системы. Наконец, мы добрались до самого главного. И теперь нажимаем на кнопочку «Читать». Посмотрим, что происходит. Наконец, мы добрались до самого главного. И теперь нажимаем на кнопочку «Читать». Посмотрим, что происходит. При нажатии на эту кнопку открывается читалка, в которой можно, собственно, читать эту книжку. Чтение, разумеется, в любой электронной библиотеке – это основной процесс. Поэтому сейчас мы остановимся на том функционале, которым обладает данная страница. Данная страница состоит из, собственно, читалки. И вот этого синенького поля с пятью вкладочками, о которых мы поговорим чуть попозже. Ну, сама по себе читалка достаточно прозрачна, достаточно удобна и понятно, как ей пользоваться. Вот есть несколько способов перемещения по страницам. Это вот так вот вперед-назад. То же самое можно сделать наверху. Вперед-назад. Также можно переместиться к началу и в самый конец. Ну, и можно набрать какую-то конкретно страницу. Вот, например, сотая страница. Попадаем на сотую страницу. Ну, и последний способ, при помощи которого можно перемещаться по книге – это вот снизу есть движочек такой, при помощи которого это можно делать. Следующее, что можно делать – это искать по книжке. Ну, давайте здесь наберем, так как книжка на английском языке, давайте наберем какое-нибудь слово на английском языке. Ну, я, например, набираю слово «милк». Мы видим, что есть какие-то результаты. Давайте перейдем на 39-ю страницу. Вот оно, это слово. Вот, чтобы его отметить, я воспользуюсь одним из инструментов. Позже я покажу, что это за инструмент. Вот сейчас мы отметили это слово. О том, как мы это сделали, поговорим позже. Пока достаточно того, что вот мы поиском нашли это слово. И таким образом тоже можно перемещаться по книге. Далее давайте поговорим о группе управляющих пиктограммок, которые находятся в правом верхнем углу. Вот здесь вот. Первая кнопочка достаточно интересна. Я думаю, что про эту кнопочку у нас будет небольшой дополнительный учебный ролик. Это кнопочка, которую мы называем «EBS как сервис». Эта кнопочка позволяет вставлять код нашей читалки в любой внешний ресурс и получать там ограниченный отрывок из этой книжки. Ну вот, например, не больше трех страниц из этой книги я могу вставить при помощи этой кнопочки. Сейчас я вам покажу, как это делается. Вот здесь я, например, отмечаю от пятой страницы по восьмую. И появляется вот такой вот код какой-то. И этот код я могу вставить в свой блог, на свой сайт, в систему дистанционного обучения. Ну, много куда, где я могу, собственно, вставлять коды в HTML, код своей страницы. Ну и вот давайте посмотрим, что при этом получается. Саму вставку я показывать сейчас не буду. Покажу только страничку, на которую я вставил код книжки. Обращаю ваше внимание, что это внешний ресурс. И на этом внешнем ресурсе эти три странички могут располагаться. Далее. Рассмотрим следующие кнопки. Кнопочка вот с треугольничком и восклицательным знаком служит для того, чтобы вы сообщали об ошибках, если найдете их. При помощи этой кнопки вы можете описать ошибку, если вы нашли ее на какой-то странице. Следующая кнопочка служит для того, чтобы можно было сохранить кусок данной книжки в виде PDF-файла. Вы можете сохранить в день не более 10% всего объема книги. Ну, например, я сохраняю с 17 по 32 страницу. Подтверждаю. И вот возникает такой файл, который мы можем либо сохранить, либо сразу открыть в Adobe Reader. Давайте откроем его. Ну, и вот мы видим, что здесь появилась наша книжка, которую мы можем использовать уже в виде PDF-файла. Следующие пять кнопочек, это вот такие вот стрелочки. Они служат для управления масштабом просмотра. Ну, первая из них делает просмотр на всю страницу. Вот так вот. Следующая кнопка открывает просмотр выровненным на ширину страницы. Следующие кнопки служат просто для увеличения или уменьшения масштаба. Ну, и последняя кнопка открывает ридер на весь экран браузера. Следующая кнопка в виде книжечки показывает нам текст данной страницы. Здесь вы видите верстанное изображение. Это просто сканированное изображение. А сейчас вы увидите текст. Ну, вот текст появляется в таком неверстанном варианте. Ну, тем не менее, его можно выделить каким-то образом, копировать. Ну, и, например, разместить в файле Word. После этого как-то отверстать, как вам надо, и что-то с ним делать. Например, вставить свой документ. Следующая кнопка позволяет вам распечатать текущую страницу. Ну, не будем это делать. Предпоследняя кнопка служит для обновления экрана. Ну, иногда такая функция нужна, если по каким-то причинам что-то на экране произошло. И последняя кнопочка в виде карандашика. Ей мы уже один раз пользовались. Она служит для создания пометок на страницах вашей книжки. Ну, давайте сделаем несколько пометок. Мы можем это сделать разным цветом. Например, я делаю фиолетовым цветом. Оранжевым цветом пометочку. Ну, и каким-нибудь синим цветом. Пометки выделяют не текст, а область экрана. И пометки можно при необходимости снять. Такого рода разноцветные пометки, они остаются в книжке между сессиями. То есть, вы можете зайти через несколько дней в свой аккаунт и обнаружить, что в этой книжке остались ваши пометки. Это очень удобно для того, чтобы помнить о каких-то важных моментах в книге. Итак, саму читалку мы рассмотрели. Давайте теперь посмотрим, что делается на вот этих вот голубых вкладках справа от читалки. Ну, прежде всего, вы можете оставить отзыв о книге. Ну, вот кто-то уже оставлял отзыв. Да, давайте еще раз оставим отзыв. Поставим отметочку какую-нибудь. Ну, давайте поставим пятерку. И напишем здесь что-нибудь очень полезная книга. Нажимаем на добавить. И рекомендация о книге оставляется. Эта рекомендация добавляется ко всем другим рекомендациям, которые другие читатели оставили от данной книги. Во второй вкладке мы можем открыть информацию о книге. Это практически та же информация, которую мы видели на страничке ознакомления с книгой. Аннотация. Содержание мы можем снова открыть, перейти по какой-то конкретной страничке. Например, вот сюда вот. На 69-ю страничку сразу попали. Следующий пункт – это закладки в книге мы можем делать. Закладка в книге делается на той самой странице, на которой вы в данный момент находитесь. Ну вот мы сейчас находимся на 68-й странице. Давайте сделаем закладку. Название закладки мы можем поменять. Например, ну вот первое, что пришло в голову, да? И к этой закладке можем сделать комментарий. Вот так вот мы написали. Это наша первая закладка. Закладка добавлена. Ну, теперь мы можем ходить вперед-назад по книге. Вот, например, дошли до конца и хотим вернуться к нашей закладке. Открываем и вот находим нашу интересную страницу. И переходим снова на нашу закладку. Закладки также остаются в вашем аккаунте от входа к входу. И вы можете в следующий раз зайти и начать чтение вашей книги с той закладки, которую вы оставили. Ну, еще одна возможность – это так называемый цитатник, в котором вы можете хранить отрывки из ваших книг. Ну, вот, например, выделим какой-то кусочек вот здесь вот до текста. Скопируем его. И загрузим его в цитатник. В данном аккаунте уже есть шесть цитатников. Давайте создадим еще один цитатник. Назовем его по названию «Дисциплины. Иностранный язык». Открываем этот цитатник и вот сюда вставляем цитату. И какой-то комментарий. Добавляем запись. Запись успешно добавлена. Теперь, наверное, нам надо понять, где этот цитатник находится, где мы потом эти цитаты можем обнаружить. Цитатник находится в ряду правых верхних голубых кнопок. Вот вы видите, что есть специальная кнопочка под названием «Цитатник». И вот здесь хранятся цитатники и внутри цитатников хранятся цитаты. Ну, вот, мы видим, что здесь присутствует наша цитата. Мы можем ее отредактировать. Как-то, например, поставить здесь не точку, а три точки. Вот так вот. Отредактировать комментарий и применить. Ну, и потом эти цитаты внутри цитатника вы можете использовать в своих рефератах и каких-то других производных произведениях. Вернемся на страничку нашей книги. Мы рассмотрели все. Осталась только вкладочка «Каталог». Эта вкладочка просто дублирует функционал главной страницы сайта электронной библиотечной системы. Она не имеет отношения конкретно к данной книге. Ну, что ж, мы с вами полностью ознакомились с функционалом чтения книги. Я думаю, что этот функционал достаточно прост и интуитивно понятен. На этом наш учебный ролик заканчивается. Благодарю вас за внимание. Приятного чтения. Приятного чтения. Коллеги, ну вот два таких достаточно пространных ролика. Тем не менее, они почти на 80% описывают то, что нужно читателю внутри университетской библиотеки онлайн. Вот, давайте пойдем дальше. Что еще у нас есть? У нас есть еще расширенный поиск. Я не буду его сейчас полностью объяснять. Дело в том, что он во многом интуитивно понятен. Особенно если пользоваться им не в расширенном варианте, а в общем. Тем не менее, я не буду сейчас показывать еще один 10-минутный ролик. Но, если вам интересно, вы можете посмотреть этот ролик на нашем учебном канале на YouTube. Он называется «Поиск ВБС. Возможности и примеры использования». Вот эти два ролика, которые я показал, плюс один, о котором я сейчас вам рассказал, они составляют костяк из трех роликов. Это те полчаса, которые можно потратить перед началом работы ВБС и после этого уже начать активно работать без всяких неприятных моментов и непонимания чего-либо. Какие еще возможности есть? Вот здесь я вам сейчас коротенький ролик покажу. Это поисковые выборки. Поисковые выборки – это функционал, который доступен всем ролям ВБС и библиотекарю, и преподавателю, и студенту. И поисковые выборки позволяют вам создавать некоторые выборки литературы на электронных изданиях, выборки ваших личных электронных изданий, которые вы хотите, чтобы они у вас сохранились в виде каких-то списков, на основе результатов выдачи поиска. Опять же, я не буду вам здесь много рассказывать, просто покажу. На этот раз ролик будет покороче. Добрый день. Меня зовут Павел Калиников, а мы продолжаем знакомиться с функционалом и интерфейсом университетской библиотеки онлайн. Тема нашего сегодняшнего видеоролика – поисковые выборки. Функционал поисковых выборок доступен всем ролям университетской библиотеки онлайн – и студентам, и преподавателям, и библиотекарям. Это один из ведущих функционалов, и мы сейчас его рассмотрим. В настоящий момент мы находимся на главной странице университетской библиотеки онлайн, и чтобы попасть в раздел поисковых выборок, выберем кнопку «Мой вуз». На появившейся страничке выберем вкладку «Мои события», и на этой вкладке выберем под вкладку «Поисковые выборки». В настоящий момент среди поисковых выборок у нас присутствуют четыре выборки. Вот они. Эти поисковые выборки были сформированы ранее в процессе поиска. А теперь я покажу, как сформировать новую поисковую выборку и поместить ее в этот раздел. На этой вкладке браузера у меня открыт расширенный поиск университетской библиотеки онлайн. Давайте что-нибудь поищем. Прежде всего я выбираю слово или словосочетание поиска. Я знаю, что я хочу найти, поэтому я выбираю слово «Скорбь». Позже вы увидите, какие книжки я пытаюсь найти. Я могу выбрать любые фильтры в расширенном поиске. В настоящий момент я выбираю фильтры по году издания. Это будет период начала 20 века. А теперь произведем поиск. Мы получили какую-то поисковую выдачу, давайте проанализируем ее. В поисковой выдаче мы находим те книжки, которые я искал. Это несколько книжек серии «Книга русской скорби». Отметим их. Как мы видим, в момент отмечания самой первой книжки появилась кнопочка «Сохранить выборку». Вот она. Это плавающая кнопочка, которая будет сопровождать нас по мере листания списка выдачи вниз. Давайте отметим еще книжки. Мы выбрали все книжки, которые нам необходимы. Теперь мы можем нажать на кнопочку «Сохранить выборку». При сохранении выборки есть несколько вариантов. Мы можем дать имя новой выборки или выбрать из тех выборок, которые существуют. В данном случае мне хочется дать выборке новое название. Я набираю его. После подтверждения поисковая выборка добавлена. Теперь переместимся в личный кабинет, чтобы убедиться, что выборка добавлена. Чтобы выборка появилась в личном кабинете, необходимо перегрузить страничку. Теперь мы видим, что в поисковых выборках появилась выборка под названием «Книга русской скорби». Нажимаем на нее. Появляется список из шести книг. Любую из этих книжек мы можем открыть и почитать. При необходимости мы можем отредактировать название. Удалить его. Или скачать список в виде Excel-файла. Давайте я удалю выборку, чтобы привести систему в то состояние, в котором она находилась до записи ролика. Вот и все, что вам надо знать о поисковых выборках. Это простой и удобный механизм для сохранения сведений о интересующих вас книжках в ваш личный кабинет. Спасибо за внимание. Встретимся в новых роликах. Ну что ж, я думаю, что основной функционал преподавателя и частично студента, о котором я вам рассказал. Хочу еще раз отметить, что те ролики, которые мы с вами смотрели, они все есть на нашем учебном канале на YouTube, на видеоканале на YouTube. И при необходимости их можно еще раз все просмотреть. Если вы преподаватель и входите в ВБС под ролью преподавателя, во-первых, при регистрации обратите внимание, чтобы ваши фамилии и имя отчества были бы зарегистрированы точно без сокращений. В этом случае в своем личном кабинете вы сможете увидеть ваши показатели цитируемости, которые посредством интеграции берутся с сайта e-library. Вот тут все, в общем-то, так же, как и там. Ничего особенного в этом нет. Просто вы получаете информацию прямо внутри ВБС, не выходя на другой сайт. Вот, исходя из того, что я говорил только что в роликах про простоту обращения к списку литературы, простоту взятия аннотации и так далее, еще до этапа чтения книги, я хотел бы обратить ваше внимание, а также, исходя из того, что я говорил вам на одном из прошлых вебинаров, посвященных работе автора с электронной книгой у нас в университетской библиотеке онлайн, вот у нас есть такой принцип о том, что как только вы начинаете работать с электронной книгой, у вас повышается ваш цитата оборот, да, или, как я иногда говорю, электронный метаболизм происходит, он увеличивается, скорость его увеличивается. Дело в том, что, во-первых, появление электронного издания происходит быстрее, быстрее происходит сам этап чтения, проще происходит этап цитирования. Помните, я показывал вам в ролике, как просто взять ссылку или как просто взять список литературы. Это гораздо проще, чем вручную переписывать из какой-то книги. Ну, при этом надо понимать, что это не просто проще, да, а иногда это решающий момент, когда аспиранту срочно надо переписать там 30 строк откуда-то, да, то, конечно, копипейстом это сделать проще и иной раз он, если это можно сделать копипейстом, он это сделает. А если надо переписать, найти эту книгу, сходить в библиотеку, найти эту бумажную книгу и из нее переписать данные, то он это может просто не успеть сделать и не сделать. Таким образом, вот этот вот круговорот через текст, прочитанный текст, цитирование, снова к написанию текста и так далее, он в ЭБС, конечно, сильно увеличивается и позволяет вашим индексам расти быстрее, чем это было бы, если бы вы работали только с книгой. Как мы это делаем и что мы это делаем? Создаем культуру цитирования, но об этом я только что говорил, чтобы процитировать было просто. Облегчаем создание цитат в цитатнике, выделяем список литературы отдельно от самой книги, передаем данные о вновь опубликованных у нас книгах в РИНС, ну и отражаем изменение вашего РИНС в личном кабинете. Да, еще раз показываю вот эти моменты. Вот библиографическое описание есть уже на этапе просмотра не самой книги, а предпросмотра. Ну и то же самое можно говорить о списке литературы, когда он есть в книге. Ну что ж, да, ну и еще об этом я, собственно, в ролике тоже говорил. Вы можете добавить, если вы преподаватель, вы можете добавить для своих студентов определенную литературу в качестве базовых учебников в своем личном кабинете. Вот как это примерно делается. Про книгообеспеченность у нас был целый большой вебинар. Для преподавателей это может быть не так актуально, но хочу просто еще раз сказать, что в нашей идеологии, идеологии университетской библиотеки онлайн, преподаватель может участвовать в формировании книгообеспеченности по своей дисциплине и работать наравне с библиотекарем в интерфейсе, который это позволяет сделать. Вот. Ну не буду о самом сервисе много говорить. Был целый вебинар. Если кому-то из преподавателей надо, посмотрите, пожалуйста, запись. Еще хотел бы обратить внимание, что для вас и, наверное, особенно для ваших студентов, обратите, пожалуйста, их внимание, что университетская библиотека онлайн есть и в виде мобильной платформы, в виде мобильного приложения. Это бесплатное мобильное приложение. Можно залезть в соответствующий магазин для Android или для iOS и его там бесплатно себе загрузить и читать книжки уже не с большого экрана, а со смартфона, например, когда находитесь в дороге и так далее. Ну вот, собственно, с функционалом мы завершили. Давайте я вам еще расскажу про информационные каналы ЭБС. Что вообще вам делать преподавателю, когда что-то у вас непонятно, и вы не знаете, на какую кнопку нажать. Татьяна Васильевна, я по этому поводу сейчас просто вам дам ссылку, потому что по этому поводу недавно, полторы недели назад был вебинар, а вам надо будет просто его просмотреть, и тогда, наверное, вам станет понятно. Итак, какие этапы, куда мы можем порекомендовать вам обратиться? Первое, что вам надо сделать, это зайти на учебный канал на YouTube и убедиться, что ваша проблема там, ну, либо решена, либо не решена в виде учебного ролика. У нас там 7 или 8 учебных роликов, которые основные позиции функционала всех ролей покрывают, поэтому первое, это, конечно, учебный ролик. Да, ну, не буду показывать, как у нас наш видеопортал на YouTube, да, вот его основные плейлисты. Вот, обычно я говорю об этом плейлисте, да, вот сюда мы кладем записи всех вебинаров, а есть еще вот такой плейлист, который называется «Функционал ЭБС» «Университетская библиотека онлайн», и на нем лежат... Сейчас мы до этой ссылки дойдем. И на нем лежат все... Все учебные ролики отдельно. Да, второй этап, это, собственно, сходить на наши вебинары, либо посмотреть записи вебинаров. Вебинары, их тоже можно рассматривать, как такие длинные учебные ролики, да, и, как я уже сказал, здесь вебинаров, там, примерно 230 на настоящий момент. Ой, как неудобно писать мышью, Ну, надеюсь, вы поняли, что я имел в виду. Вот, и... Ну, давайте я вам дам сейчас адрес плейлиста, непосредственно плейлиста вебинаров, а потом дам еще и адрес того вебинара, который вы хотели. Так, и так, вебинары... Одну минутку. Вот он, плейлист вебинаров. Обращаю ваше внимание, что вебинары появляются... Вот он, плейлист вебинаров. Появляются, как правило, не позднее, чем через неделю после появления. Обычно где-то вечером в четверг я выкладываю вебинары прошедшей недели на наш канал. Это 4-5 новых вебинаров. Иногда чаще это происходит. Вот, например, прошлые вебинары я уже, вплоть до понедельничнего, уже положены на наш канал на YouTube. Сейчас мы немножко до этого дойдем. Пока следующий. Ну, не получилось у вас, все равно у вас какие-то проблемы. В нашу техподдержку обращайтесь тремя разными способами. Во-первых, можете просто написать письмо. Вот адрес, очень простой. HelpDirectMedia.ru Это первый способ. Второй способ. Просто на любой странице вашего, нашей ЭБС, нажмите на вкладочку «Задать вопрос». Вывалится вот такая вот форма. И задайте вопрос в ней. Ну, и третий способ. Это позвонить по бесплатному номеру 8800 и так далее. Лучше, конечно, сначала написать почтой, потому что если у вас непростой вопрос, то админы могут сразу вам не ответить. Лучше, когда они уже прочитали ваше послание и после этого подготовились, и после этого можно поговорить, конечно, и голосом. Ответы админы. Админы наши работают в техподдержке не 24 часа, но в расширенном режиме. Это примерно 12 часов по московскому времени. Вокруг рабочего дня 12 часов. То есть немножко раньше они приходят и немножко позже уходят. Так что застать их достаточно в реальном времени. Это достаточно реально. Ну, и последнее. Если вообще ничего не помогло, а задача все еще не решена, вы можете обратиться к персональному менеджеру, который курирует ваш университет, ваш вуз. И тогда он уже в личном порядке должен разрулить тот вопрос, который вас интересует. Как обратиться к нему в своем личном кабинете можете найти. Да, вот как раз та ссылка, которая... Ну, давайте я ее скопирую в чат тоже. Хотя можно просто скачать презентацию. Сейчас давайте я все-таки ее скопирую. Действительно, раз были такие вопросы. Девятнадцатого января проходил этот вебинар у нас. И вот он. Его запись, разумеется, уже можно посмотреть. Вот она. Это по поводу того, как преподавателю стать автором. В этом же вебинаре приведены мейлы наших редакторов, в которым надо обращаться для того, чтобы выяснить свои личные особенности общения по поводу публикации. Потому что, конечно, у каждого преподавателя есть свои собственные по этому поводу мысли. И свои собственные... В общем, надо всегда по поводу конкретных ваших текстов обращаться к нашим конкретным редакторам, которые с вами заведут уже переписку по этому поводу. По поводу от портала. Так получилось, что у нас несколько моих вебинаров были перенесены из более позднего срока на более ранний. Вообще-то, от портала я обычно даю после нашего вот этого вебинара. Поэтому здесь немножко произойдет повторение. Ну, чуть-чуть повторюсь в быстром режиме. Кто хочет по поводу от портала, посмотрите, пожалуйста. Вы знаете, давайте я вам дам. Так, раз уж я уже нахожусь на нашем канале. Сейчас, одну минутку. Вот он, вебинар по арт-порталу. Запись подробная. Запись вебинара по арт-порталу, которая совсем недавно прошла. Можете ее подробно посмотреть. А здесь я вот буквально так по верхам пройдусь. Арт-портал – это наш открытый, ну или на 90% открытый ресурс компании Директ Медиа. Очень простой к нему доступ. Арт-пиблиоклуб.ру. Дописывайте просто арт к нашему основному домену. Более 65 тысяч изображений, 5000 авторов, 3000 музеев. Различные стили и направления жанра представлены. Возможен просмотр иллюстрации с увеличением. Ну, это при подписке на арт-портал. Некоторые картины представлены с огромным увеличением. Их можно просмотреть. Очень качественные картины. Внутри арт-портала действует наш проект, который называется «Артотека». Это выпуски его выходят два раза в неделю. Вот совсем недавно я сделал 60-й выпуск уже. Доступ к артотеке происходит по подписке. Но есть и четыре открытых выпуска, которые можно посмотреть. Вот некоторые из этих выпусков. Внутри арт-портал есть много мультимедийных и интерактивных элементов. Такие, например, как шкала времени интерактивная, по которой расставлены произведения искусств. Также гордостью нашей артотеки являются подробные проекты по интерактивные путешествия по отдельным полотнам. Таким, как «Сад земных наслаждений» и «Иронима Босха», «Явление Христа народу», «Александра Иванова», «Последний день Помпеи», «Брюлова» и так далее. Здесь речь идет уже об изображении гигапиксельного размера. Примерно 30 тысяч на 30 тысяч пикселей. Можете представить какое-то большое разрешение. Вот один из примеров скриншота интерактивного путешествия по картине Босха. Ну и вот второй пример – это как раз Иванов. Этот пример открытый, и вы можете его найти в артотеке и его посмотреть бесплатно, чтобы посмотреть эту технологию. Есть также открытый проект, который называется «Энциклопедиум». Мы, конечно, не ставим целью тягаться с Википедией, с замечательным ресурсом, конечно. У нас немножко другой подход. В период ее становления скопилось большое количество энциклопедических источников разных эпох, разного качества и объема. И вот мы их все сформировали в такой кулак и открыли для доступа в виде проекта «Энциклопедиум». Вот он называется так. Там есть единый указатель на все статьи. Тексты приведены когда в текстовом виде, когда в виде PDF, который можно при помощи читалки посмотреть. Ну, вот большое количество, там больше, более миллиона словарных статей и так далее. Можете его посмотреть, этот проект. Да, ну и я напоминаю, что у нас действует предложение. Вот это вот. Кто не был на наших предыдущих... Сейчас я эту ссылочку вам еще раз дам. Это предложение к вам стать нашими спикерами. В этой табличке вы можете заполнить одну или несколько строк в этой табличке с предложением провести ваш собственный вебинар. До мая месяца мы будем собирать ваши предложения. В мае мы проведем, в середине мая где-то проведем голосование. И те проекты, которые получат наибольшее количество голосов, они... Их авторы получат возможность в рамках Директ Академии с нашей пиар-поддержкой, с нашей рассылкой и так далее стать авторами вебинаров. Вот. Так что присоединяйтесь к нам. Ну и последнее. Я хотел бы одно слово сказать про себя. Я, так как я вас на полтора месяца пока покину в качестве спикера, в качестве организатора, конечно, останусь в качестве ведущего, а вот в качестве спикера до конца марта покидаю вас. А вот причиной как раз является то, что буду вести вот этот вот курс. Если кто-то интересуется вопросами, подробно интересуется вопросами создания интерактивного электронного контента учебного, пожалуйста, приходите на мой курс. Я буду очень рад. Впрочем, на свою рекламу много времени терять не буду. На этом, вот как раз мы в час с небольшим уложились. На этом наш вебинар закончен. Если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них постараюсь ответить. Напоминаю, что мою презентацию вы можете скачать. Презентации, наши презентации в основном, ну, я про себя давайте скажу. Считаю, что вы можете использовать их как угодно. То есть можете использовать отдельные слайды полностью для обучения своих сотрудников. Единственная просьба ссылаться на меня и на электронную, и на университетскую библиотеку онлайн. Вот здесь вы видите наверху ряд, если у кого-то не открыт окошко ресурсы, можете открыть его, нажав на третью слева кнопку в виде открывающейся папки. И после этого нажмите на, в строке с названием презентации, нажмите на изображение дискетки, именно на изображение дискетки, а не на саму строку, и тогда сможете скачать презентацию. Ну что ж, коллеги, на этом я завершаюсь. Напомню, что на этой неделе нас еще ждут три интересных вебинара. Вот, готовьтесь, приходите к нам, будет интересно. Спасибо за внимание. Буду ждать.